Теория волн Теория волн – один из самых интересных разделов технического анализа. Ее автор Ральф Эллиот родился в 1871 году в США. Долгое время он работал бухгалтером, причем в разных сферах бизнеса. В частности, служил во многих железнодорожных компаниях. Наблюдая за движением железнодорожных составов, он обнаружил, что интервалы между прохождением поездов изменяются циклически. Каждый цикл включал в себя 8 интервалов и состоял из двух отрезков. Ту же закономерность Эллиот выявил и при подсчете количества вагонов в каждом из проходящих поездов. Более того, Эллиот обнаружил, что эти восьмеричные циклы образуют троичные группы, каждая из которых включает 24 элемента. Этого открытия было достаточно, чтобы возникла идея сопоставить эти циклы с астрономическими наблюдениями, так как в сутках 24 часа. Подобные сопоставления окончательно убедили исследователя в том, что он открыл фундаментальный закон экономической динамики. Ей подвержены все сферы жизни людей. После выхода на пенсию Эллиот занялся изучением графиков рыночных копировок в надежде найти метод, который позволил бы обделить закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии также подчиняется некоторому закону. Так родилась его волновая теория. А в 1938 году была опубликована монография «Принцип волны». Используя собственную теорию, Ральфу Эллиоту удалось достичь значительного коммерческого успеха. Заработав более 8 миллионов долларов, он отошел от биржевых дел и посвятил автодок жизни популяризации своих идей. Волновая теория Эллиота применима для любого свободно торгуемого актива, обязательств или котировок валют. В основе волновой теории лежит некоторая постоянная цикличность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиоту, движение цен на рынке можно выделить на графике в виде волн. Благодаря этому трейдеры получили ориентиры, как им действовать в той или иной фазе рынка. Волновая теория предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на 5 волн в направлении основного тенда и 3 волны в обратном направлении. И так до бесконечности. То есть все события на рынке, все движения цен могут быть описаны подобной волновой структурой. После завершающего основного периода, который состоит из 5 волн, происходит возникновение трех коррекционных волн. К импульсным волнам основного периода относятся первая, третья, пятая волны, А и С. К корректирующим волнам относятся вторая, четвертая и волна Б. В графике котировок цен содержат волны Эллиота разной длины. Причем короткие волны вложены в длинные. Так, к примеру, одна импульсная большая волна Эллиота включает 5 вложенных, более мелких волн. Соответственно, в большой корректирующей волне имеются вложенных 3 средних волны. Эта методика предназначена для определения сценариев поведения рынка, тенденций и разворотов и прогнозирования уровней цен. Получив график котировок цен сегодняшнего дня, можно с большой вероятностью предполагать значение котировок в перспективе. Волновая теория Эллиота, как инструмент прогнозирования, популярна в наше время. Многие трейдеры берут ее на вооружение, как важную часть своей торговой системы. Научиться эффективно использовать этот принцип для успешной торговли на рынке Форекс вы можете у нас в школе трейдера.